Всем привет, с вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Ну что, сидим дома? Для кого-то в новинку, но я работаю из дома уже больше трех лет и, честно говоря, считаю такую работу более эффективной. И так как можно сказать, что обладаю уже изрядным опытом, сегодня хочу этим опытом поделиться. Вот прямо рассказать, что я использую и как использую. И первое это, как ни странно тоггл. Таймтрекер. Ну то есть секундомер, которым вы засекаете время, потраченное на какой-то процесс. Да, все про что я рассказываю есть в виде скринкастов и в описании я оставлю все ссылки. Поэтому не буду рассказывать подробно, просто скажу, почему именно это я считаю необходимым. Тоггл первое, потому что время утекает сквозь пальцы. Пока вы в офисе, это незаметно. Вы же в офисе, а значит работаете всегда, даже если ничего не делаете. А вот дома как-то непонятно. Вы не на работе, а значит если ничего не делаете, то и не работаете. Пока я не поставил тоггл, мне казалось, что я работаю по 14 часов в день. Но если честно, включать и выключать тоггл, вот прямо строго залез в фейсбук, выключил. Пошел сварить кофе, выключил. Решил погладить кота, у меня правда нет кота, выключил. Вы удивитесь, поверьте, но не расстраивайтесь. В офисе вы тратите на работу еще меньше времени. Далее таск-менеджеры. Мы используем Асану. Скринкасс тоже есть. Ну тут я думаю все понятно и логично, это сердце рабочего процесса. Все задания нужно заносить в Асану, большие разбивать на несколько мелких. Сделанное нужно закрывать и следить за тем, чтобы незакрытых у вас в листе не было. По задачам можно вести переписку, но не забывайте отмечать тех, кто это должен прочитать. Если говорить о таск-менеджерах, есть несколько альтернатив Асане, просто мы пользуемся ей. Для НКО на Асану, кстати, есть скидка по программе Тепло Диджитал. Ссылку также оставлю в описании. Так вот, если говорить об альтернативах, то можно посоветовать еще PlanFix. Он чуть сложнее, имеет элементы CRM. Это я бы сказал уже для продвинутых. Нам хватает Асану. Далее тема, прилегающая к таск-менеджерам календарей. Google календарь, на мой взгляд, идеальное решение. Это тоже структурирует рабочее время, мероприятия, задачи, время для созвонов и видеоконференций. Кстати, видеоконференции очень полезная вещь. И вообще созвоны. Тут я советую Zoom. Пока вы в офисе, вы даже не замечаете, как много вопросов проговариваете с коллегами между делом. На удаленке встретить человека у кулера и быстро что-то решить нельзя. Люди переходят в мессенджеры и начинают переписываться. Но на то, что можно проговорить за пять минут у кулера, в мессенджере вы можете потратить час. Или больше. Жаль, что культура коротких созвонов по любому поводу у нас пока не развита. Даже в теплице. Зато общение в мессенджерах в теплице развито. И тут, конечно, слэк. Все его тихонько поругивают, но все равно. Большая часть рабочей переписки идет через слэк. При этом какие-то короткие вопросы мы все равно решаем в телеграм. Ну то есть можно сказать, что у нас два основных мессенджера. Это не очень удобно, потому что не всегда понятно, где искать какие-то сообщения. Там или там. И если бы каким-то волевым усилием мы перенесли всю рабочую переписку строго в слэк, возможно было бы лучше. Но пока мы не пробовали. Есть вероятность, что это невозможно. Кстати, если говорить об альтернативах, то альтернативы слэк я как-то не вижу, а вот альтернативы телеграм вполне может быть сигнал. Это для тех, кто особо трепетно относится к вопросам безопасности. Далее еще один сервис от Google – Google Документы. Возможность совместного редактирования наряду с возможностью оставлять комментарии – это просто панацея. Любой текст больше одного абзаца, который нужно обсудить, мы закидываем в Google Док. Кстати, я обнаружил, что по Google Док у меня нет скринкаста. Это немного странно, обязуюсь в ближайшее время сделать. Предпоследнее – приложение с одной стороны несколько специфично, но с другой также бывает востребовано. Если у вас есть какие-то задачи, связанные с дизайном, то фигма. Во-первых, она проста в изучении. Во-вторых, она также предполагает совместное редактирование. То есть вы расшариваете пространство, также можете писать комментарии, даже рисовать можете все вместе. И последнее уже лично мой выбор – Airtable. Мы не используем его в работе теплицы, но лично я использую его и по работе, и в личной жизни. Вот, например, я накидываю себе темы на будущее, потом передаю главному редактору, и она ставит те, что подходят в качестве задач в Асане. При такой организации работы на удаленке вы с большой долей вероятности не растеряете эффективность. И с небольшой долей вероятности даже сможете ее увеличить. Все, любите друг друга и не забывайте включать и выключать тоггл. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у теплицы социальных технологий.